Приветствую. В последнее время все больше разговоров о коллективной вине россиян за войну в Украине и о коллективной ответственности в случае, если Россия эту войну проиграет. Российские пропагандисты аж на визг срываются, мол, ГАГа ждет даже дворника. Что ж, давайте попробуем разобраться в этой теме спокойно, без драм и лишних эмоций, зато с котами. Начнем с вины. Если говорить о ней как о чувстве, то своими чувствами мы с вами не управляем. Один чувствует одно, другой другое. Этим бывает невредно поделиться на сеансе с психологом и, собственно, все. По смыслу рассуждать здесь особо не о чем, поэтому давайте сразу договоримся. Слово «вина» мы используем в более юридическом его значении, ближе к тому, как смотрит на него, например, уголовное право. Такая вина не может быть коллективной по определению, потому что в основе вины преступное деяние, которое должно быть осознанным и волевым. И даже когда перед судом предстает банда, то вину каждого участника суд устанавливает отдельно. Это значит, что за каждым преступлением, которое российское государство совершило и продолжает совершать в Украине, стоят конкретные имена. Кто-то грабил и убивал на оккупированных территориях. Кто-то сбрасывал бомбы и наводил ракеты на жилые дома. Кто-то отдавал преступные приказы. А кто-то отдал самый главный приказ – начать вероломное вторжение в соседнюю страну. Вместе это тысячи, десятки или даже сотни тысяч имен тех, кто персонально виновен в военных преступлениях. Что произойдет, если мы скажем «виноваты россияне?» Что, если мы распределим вину на всю нацию целиком? А очень просто. Где виноваты все, не виноват никто. По сути, мы просто поставим знак равенства между головорезом из Бучи и школьным учителем из Пензы, между пилотом, бомбившим жилые кварталы, и ростовским таксистом, между саперами, взорвавшими Каховскую ГЭС, и пенсионеркой из Тольятти. Все они, получается, виноваты просто по цвету паспорта. При этом реальные преступления отходят на второй план. Будто бы поровну размазываясь между виновными и невиновными. Представляете, какой подарок настоящим преступникам. Неудивительно, что путинские пропагандисты так истошно кричат про трибунал для всех и каждого после проигрыша в войне. Их-то этот трибунал коснется непременно. Ну а теперь о коллективной ответственности. Она, в отличие от коллективной вины, безусловно, существует. Но при этом не свалится на всех нас внезапной карой, едва только Россия проиграет войну. Потому что она на самом деле уже наступила. Коллективную ответственность россияне несут уже давно, четверть века, по меньшей мере. Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что с теми ресурсами, с тем колоссальным потенциалом, который был у постсоветской России, при тех зашкаливающих ценах на нефть, многие годы подряд, наша страна просто обязана была стать огромным Северным Дубаем или Восточной Норвегией. Невероятно богатой, современной и процветающей страной, бьющей все возможные рекорды экономического развития. Все шло к этому, но в результате не пришло. Ведь вместо технологичных заводов, бизнес-центров и научных институтов мирового уровня путинская элита построила олиповатые дворцы. В те же дворцы превратились российское медицинное образование, российская экология, наука, транспортная сеть. Куда ни глянь, всюду мы увидим эту самую коллективную ответственность за то, что мы допустили в стране диктатуру бандитов, дорвавшихся до верховной власти. Допустили, а затем не сумели вовремя прогнать своего автократа, как это удалось соседям украинцам. Коллективная ответственность не щадит никого, ни молодых, ни старых, ни бедных, ни зажиточных. Конечно, бесправие и нищета сильнее всего бьют по наименее защищенных. Но и прекрасно образованный, трудоустроенный средний класс в России живет хуже, чем такой же средний класс свободных стран. Даже российские миллиардеры, кто талантом, а кто хитростью и связями, пробившие себе путь к успеху, могут только мечтать о той беззаботности, которая окружает их западных коллег. Несу свою долю коллективной ответственности и я. Десятилетним тюремным сроком, невозможностью вернуться на родину после освобождения. Мы все живем хуже, чем могли бы, зарабатываем меньше, болеем дольше и тяжелее, умираем раньше, потому что в Кремле засел несменяемый диктатор, который угробил свою страну, а теперь полез войной на соседей, чтобы и их города разрушить до состояния российской глубинки, утопающей в разрухе и без всяких бомбежек. Конечно, за все разрушения после войны придется платить. Это тоже часть коллективной ответственности. Помочь восстановить все, что было уничтожено от нашего имени. И вовсе не потому, что кто-то из нас персонально в этом виноват. От этого никуда не деться. Это меньшее, что мы можем сделать. Ведь самое главное, оборванные жизни мы возместить не можем никак. Но предстоящие выплаты компенсации для огромной, богатой ресурсами страны не такая уж большая жертва по сравнению с той ценой, которую каждый россиянин платит уже сейчас. Платит своей нищетой, бесправием, безнадегой. А теперь и перспективой в любой момент отправится на убой по повестке из военкомата. Только чтобы главный виновник всего этого еще немного продержался у власти. Всего вам доброго.